Всем привет, ребята, меня зовут Богатейщий Ди, и добро пожаловать в новое видео. Криптовалютный рынок рекордно обвалился на прошлой неделе, и многие из нас испытали шок, а некоторые потеряли столько, что совершили совершенно неисправимые поступки. Очевидно, на этом фоне рынок погрузился в экстремальнейший страх. Индекс страха останавливался на 8 пунктах, что случалось на протяжении всей истории биткоина крайне редко. Сегодня я хочу показать тебе последний анализ ситуации от легендарного инвестора Рауля Паля. Также я прокомментирую его мысли. Иногда мы обращаемся к его анализам, потому что мне импонирует то, о чем он говорит. Он расскажет о том, что происходит на криптовалютном рынке, даст свои инсайды по краху Тайра Луны и UST, а также объяснит, почему с его точки зрения криптовалютный рынок ожидает еще больший крах, перед тем, как мы увидим окончательный разворот рынка. Итак, первая тема, которую он поднял, это то, что криптовалюта сейчас находится в историческом моменте. Что же происходит и как нам, инвесторам, использовать эту ситуацию? Давай послушаем, о чем он расскажет. Если ты не можешь пережить 60% падение своего портфеля, тебе вообще не стоит инвестировать в криптовалюту. Мы все уже давно знаем, что криптопространство стоит на волатильности, и эта волатильность чувствуется чем-то ужасным в конкретный момент времени, когда она происходит. Но на длинной дистанции оказывается, волатильность это то, что дает место не только падениям, но и глобальному росту. Как я уже говорил, криптовалюта это самая быстро растущая технология в истории, но технологическое принятие не происходит за один день. Так что же происходит сейчас на криптовалютном рынке? На дневном таймфрейме происходит огромное количество активности и самой настоящей драмы. Но со временем мы обнаруживаем себя в огромном ценовом коридоре в 50-60% между нижней и верхней его границами. Это продиктовано макроэкономическим фоном, в частности тем, что ФРС США выводит ликвидность с рынков. А ликвидность это то, что движет рынками. Когда ты выводишь ликвидность, рынки падают. А затем ФРС США возвращает эту ликвидность, когда рынки достигают своего дна. Неважно, криптовалютные рынки или фондовые. Вспомним пословицу. Когда волна уходит, ты видишь, кто плавает без плавок. На криптовалютном рынке без них плавала Терра Луна. Сейчас в Твиттере из-за нее все сходят с ума. Рецессия, потеря денег и максимальный уровень беспокойства. Говорят мне о том, что мы все быстрее приближаемся к завершению этого движения. Итак, ключевая идея в том, что криптовалюта это очень волатильный актив. Это значит, что она может даже в пределах дня не только терять до 99% стоимости, но и расти на сотни процентов вверх. И если ты не можешь принять падение криптовалюты на 60%, скорее всего этот класс активов не для тебя. Но я могу добавить кое-что еще. Я, как человек, связанный с криптовалютой многие годы, могу с уверенностью отметить, чем дольше ты находишься в крипте, тем менее болезненной является твоя реакция на ее волатильность. Я видел, как после колоссальных провалов биткоин не просто восстанавливался, но давал десятки иксов. Делаем вывод, что эти массивные колебания цены просто временное явление. И запомни, ты ничего не потерял, пока не продал. Нужно перенимать опыт самых умных и известных инвесторов мира. Например, Рэй Далио поделился с нами очень интересной идеей. Он сказал, проблема в том, что любой класс активов, даже тот, который ты очень любишь, может потерять за день 50-70% своей стоимости. Добавлю к этому и то, что Чарльз Мангер еще в 2008 году во время финансового кризиса комментировал коллапс так. В третий раз я и Орен видим, как акции Бэкшайр падают на 50%. Я думаю, в этом и заключается природа долгосрочных холдеров и рынка. И если вы не готовы невозмутимо принять падение актива на 50%, то вы заслуживаете результат, который вы получите. Очевидно, что просадки портфеля на 50 и больше процентов – это то, что обязан пройти любой инвестор, особенно великий и известный инвестор. А еще лучше несколько раз пройти через это. Теперь давай поговорим про одну из крупнейших криптовалют и один из крупнейших алгоритмических стейблкоинов. Точнее, они когда-то такими были, пока не потерпели очень нашумевший крах. Речь, конечно же, о TerraLune и TerraUSD. Давай послушаем комментарии Рауля Паля насчет этой ситуации. Terra была крупнейшим протоколом, который в свое время сильно взорвался. Есть много причин, почему с этим протоколом произошло то, что произошло. Кажется, команда не услышала других, кто говорил о том, что их детища переживает спираль смерти. Видимо, они пытались предотвратить эту спираль, покупая биткоин в резервы и создавая новый пул ликвидности. Но кому-то понадобилось продать всего 350 миллионов USD, чтобы создать эту ситуацию, в которой для сохранения паритета доллара США и USD пришлось создавать все больше токенов Луны. В обычных условиях это работало на ура. Но одномоментная продажа 350 миллионов USD сломала паритет, ведь пул ликвидности еще не был готов. Поэтому протокол автоматически начал создавать новые монеты Луна. Затем они начали продавать свои биткоины на уже падающем рынке, что привело к падению цены биткоина всех альткоинов и Луны в том числе. Падение цены Луны еще больше отвязывало USD от доллара, что приводило к созданию еще большего количества токенов Луны. Это та смертельная спираль, масштабы которой шокировали всех. Все началось на выходных, а уже во вторник Луна упала практически до нуля. Вероятно, это самое быстрое уничтожение богатства и ценностей в истории на краткосрочном таймфрейме в одном конкретном активе. Множество людей потеряли огромное количество денег. Интересно то, что во время краха USD рынок начал тестировать остальные стейблкоины. Давай посмотрим, как себя они чувствуют. Это график терра USD. Понятное дело, он обвалился практически до нуля. Это привело к тому, что инвесторы начали сомневаться даже в таких гигантах, как тезер. И мы видим, что он тоже падал до 94 центов. И даже сейчас он до сих пор до конца не восстановился. Однако некоторые стейблкоины показали свою силу. Например, Binance USD даже вырос больше доллара. Так же, как и USDC также подскакивал чуть выше доллара. Из этого мы делаем вывод, что инвесторы больше доверяют Binance USD и USDC, чем тезеру. А теперь я хочу перейти к самому главному. Рауль Паль считает, что биткоин все еще может упасть еще больше перед тем, как взлететь снова. Давай послушаем. А это биткоин. Логарифмический месячный график цены с 2010 года. Зеленым обозначена 60-месячная экспоненциальная средняя скользящая. Такие скользящие лучшим образом показывают логарифмические тренды. Как мы видим, сейчас цена биткоина очень близко подобралась к этой скользящей. Кстати говоря, эта скользящая находится на отметке около 24 тысяч долларов. Можем ли мы упасть до 24 тысяч? Не обязательно. Но мы обычно касались этой скользящей в медвежьих рынках в прошлом. Лишь один раз медвежий рынок ее не протестировал в 2011. Но в 2014, 2015, 2018, 2019 и 2020 мы ее тестировали. Но вот как выглядит цена биткоина на нелогарифмическом линейном графике. И все сразу кричат, что это огромная голова и плечи. И если мы нарисуем цель от вершины этой фигуры до линии шеи, то мы увидим, что целью биткоина окажется 0 долларов за одну монету. Но на линейном кажется, что катастрофа просто-напросто неминуема. Но я думаю, что мы сейчас на самом деле формируем просто очередной падающий клин. А это коррекционная фигура. И мы найдем дно, как только выйдем из этого клина. Мы уже имеем три касания нижней его границы. И мы попрыгаем в его пределах прежде, чем вырвемся наверх. Подобный клин мы видели в марте 2020. Выход из него будет отличной массивной точкой покупки. Итак, мы все еще можем упасть вплоть до той самой 60-месячной скользящей. А это около 24 тысяч долларов. Кроме того, мы все еще находимся в падающем клине. Но выход из него и закрепление выше его верхней границы будет хорошим сигналом на покупку, по словам Рауля Паля. И с этим не согласиться будет сложно. Это значит, что сейчас биткоин может увидеть какой-то отскок к отметкам около 34 тысяч долларов. Это верхняя граница этого падающего клина перед последним огромным крахом в район 20 тысяч долларов. Заметь, никто из таких инвесторов, как Рауль Паль или Рей Далио, не говорят о панических продажах, когда их активы падали на 50-70%. Они уже давно не обращают внимания на такие просадки. Постарайся быть как они. Чем больше времени ты будешь находиться в криптовалюте, тем меньше будешь реагировать на эти падения и взлеты. Тебе будет все равно, как и мне. И поэтому твое здоровье тоже будет целее. На этом все. Меня зовут Богатейщий Ди. Увидимся в новых видео. Подписывайся на канал, телеграм, ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями, комментируй. Обязательно Богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...